В последних выпусках я слишком много улыбался, и мне сказали, хватит, и отправились сюда. Мы в главном зале Федерации бокса Санкт-Петербурга на Владимирской. Сюда ваши дети, и вы сами можете прийти и провести бесплатную тренировку с профессиональными тренерами в этом прекрасном современном зале. Сегодня я поехал сюда, чтобы научиться посылать людей в нокаут. Чтобы прийти сюда и потренироваться, нужно не так уж и много. Взять с собой кроссовки, носки, шорты, майку. Все остальное вам выдадут. А, ну и, конечно, не забудьте самое главное. Глаза тигра. Видимо, сейчас начнется тренировка. Начинаем разминку. Я сегодня занимаюсь соответствующим себе по уровню бокса людям, то есть детям, девочкам и мальчикам 10-14 лет. Я думаю, у меня все равно нет шансов, но попробуем. Сраняйся! Перевна! Сраняйся! Сраняйся! Начали пробежку, я уже в хвосте. Именно о таких залах мечтали бойцы из Гарлема. Не попадаю немного в свисток. Тут сразу на разминке виден четкий плюс бокса, что не надо много бегать на разминке. Что говорит о том, что это не скучный вид спорта. Пошли непростые задачи. Вот Денис Лебедев здесь висит. Что, разминка окончена. Мне кажется, я уже красный, как Рокки. Не как Рак, как Рокки. Здравствуйте. Так, что надо сделать? Тачка, тачка. А, да. Как это называется, тачка? Поехали. Ну, как снимать? Отлично. Нормально? Да. Нормально. Может быть, быстрее. Есть. Фу. Ну, взрослому мужику пройти просто не очень. Мы сначала представим, это Игорь Андреев. Один из лучших тренеров Петербурга по боксу. Здесь он занимается и со взрослыми, да, и с ребятами. Бывший чемпион России по боксу. Ну, что сказать, один из лучших боксеров в Санкт-Петербурге. Значит, сначала покажу, как правильно стоять в боксерской стойке, да? Ставим, рядом со мной. Ага, здесь. Рядом со мной, да, ставим, кинок. Вовнутрь, да? Это для устойчивости? Да. Каленочки, да. Согнули, да. Сделаем. Левша, правша? Правша. Правша. Полшага делаем, левый ногой вперед. Голову опустить надо. Ага, голову просто опустить. Не шею прижать. Большие пальцы мы убрали сюда. А, вот как, вот так вот? Просто сжали кулаки. Не так. Вот просто. Вот так вот просто. Просто кулаки сжат, они расслаблены. Главное, не внутрь. Главное, не внутрь. Если внутрь это будет, что тогда? Будет перелом. Ой. Да. Здесь-то правая рука у тебя защищает подбородок, да? Вот здесь все, это защищает печень. Ага. Левая рука, если бить правую, бить. А как, вот так вот или вот? Да можно отменять, нет, нет, все правильно сделал, да? То же самое, если бить сбоку, ты защищаешься левой рукой. Рефлексы работают. А у кого, кстати, в профессиональном боксе такая самая классическая, правильная стойка? Я вот показывал классическую, правильную стойку. Дальше у каждого человека есть свои индивидуальные особенности, да? И он уже применительно там, по своим историческим данным, уже применяет, кому как удобнее встать. Кто-то так стоит, кто-то так стоит, кто-то так стоит, да? Вот это вот классическая, можно сказать, боксерская стойка английская, да? То есть то, что вот, на самом деле не английская, скорее всего, это наше советское. Это то, что у нас великий Гордополов, который написал у нас бокс, книжку о боксе первой, когда я издал, объяснил, что такое бокс, по этой книжке весь советский. А это в каком году это было? По-моему, если я не ошибаюсь, первое издание было 38-го года или 36-го года. То есть принципиально с тех пор именно в плане техники не поменялось? Ну, принципиально ничего не поменялось. Есть какие-то дополнения, то есть изменился сам бокс, да, то есть он стал сильнее, скоростнее, то есть увеличилась скорость, скорость ударов, сига ударов. Да. Ну, а весь принцип остался все то же самое. В принципе, и можно ее читать, эту книжку, и не смотря интернет, ты научишься гораздо больше, чем ты будешь смотреть, ну, уроки непонятно каких-то там, все было тренеров, которые там сами где-то что-то подглядели из-за угла. Давайте еще раз, я вот попробую сходу зафиксировать правильную стойку. Да. Чуть-чуть, ноги на ширине плед, чуть-чуть внутрь, носки, пол шага, левый вперед, левое плечо развернули. Левая рука, смотри, еще один нюанс не показал, да? Руку прямой выпрямь, просто выпрямь. Да. Выпрямь руку, да? Вот рука-то выпрямь. Просто согнею в локте. Не надо ни сюда затягивать, ни вперед давать. Кто вот выглянул, просто естественное положение такое. Да, и палец не забыть, чтобы не переломали. Да, и палец не позабыть обязательно. Вот так вот. А здесь? Подбородок, да, паровый, да. Левый, да. Да, подбородок спрятан за левым плечом. Но глаза должны вперед, да, смотреть? Обязательно на противника. Сглядом надо убивать его. Да, понятно. А, я понял, должен быть треугольник нацелен на соперника. На соперника, на подбородок, когда противника. Чтобы все мои удары не полетят в одну точку. Да. Если у меня ноги будут стоять так. Распокусировал. Теперь мы на шаге вперед побьем просто элементарную классическую двойку. Все про нее знают, все ее слышали. Как она бьется, показываю, да? На шаге вперед, в момент шага левой ноги, я наношу удар левой рукой. Да. Оставляю правую ногу, я наношу удар правой. Понятно. Так, это из меня статуя получилась. Классические два уроки. Классическая комбинация. Это классическая комбинация, это начало каких-то действий. Это двойки, ты можешь начать какое-то действие. То есть какую-то атаку, либо контратаку, да? Наука не простая. Первый урок принят. Надо его осмыслить. На самом деле, действительно, когда думаешь о боксе, кажется, что ты просто встал, да? Ну и начинаешь вот там махать как-то руками, я не знаю, ногами. А на самом деле, и вроде все естественно, да, как-то получается. Хотя, конечно, вы видите, как это все коряво. Но на самом деле вот тренер показал мне, как это все происходит на самом деле. Если просто начинать махать руками, то ноги у тебя неустойчивые, они болтаются, руки расхлябаны. И получается, ты весь, как одна большая мишень становишься. Видимо, тренировка по боксу и существует для того, чтобы ты перестал быть мишенью, а стал, наоборот, полностью защищен. Кстати, вот развейте миф. Я помню, когда был подростком, говорили во дворе, что когда бьешь... Не нужно надо набить или что? Нет, нет, хотя я про это тоже спрошу. Когда бьешь, нужно выставлять одну костяшку вперед, что удар будет сильнее. Абсолютно. Абсолютный бред. Это абсолютно всякая ерунда. Просто надо взять руку под рентгеном, посмотреть, увидеть, сколько там костей находится. Повреди одну из этих костей. Вообще, у тебя дальше будет что работать? Не уверен. Я тоже не уверен. А лечить это и менее полгода будет. А по поводу, вот вы говорите, набивать, то есть бить в стену, чтобы рука становилась как камень. Я рекомендую всем, кто начинает добивать кулаки, сначала набить себе голову. Вот если ты смог набить себе голову, то просто себе набьешь кулаки. А со скольки лет лучше всего начинать тренировки? На самом деле, вообще, ну, я думаю, что надо начинать с 10 лет. Это официально, во-первых. Можно начинать, я считаю, что и нужно начинать. Даже можно чуть позже начинать, потому что первые соревнования вообще официально можно проводить с 12 лет. То есть это у человека появляется уже координация. Добавок, внутренние органы у него тоже выросли, он окреп. То есть скелет у него сформировался, уже более-менее сформировался, он продолжает расти еще. Но, по крайней мере, он себе не будет наносить никакого урона, да? То есть вот эти все, что там с 5 лет, там 7 лет люди проводят, там, я знаю, людей там в 10 лет у него уже 200 боев. Ой, это в России такое? Есть такие у нас экспериментаторы, что-то. Это именно бокс, не ММА? Нет, не ММА, это бокс, это больше зависит от родителей, которые... Ну, понятно, что сам 5-летний ребенок не будет 200 боев проводить. Сначала я просто стою расслабленно, делаю шаг вперед. Правая рука я прижимаю, она у меня защищает правую часть, если будет отсюда удар или сюда удар. Подбородок и печень в левую руку выпрямляю, просто сгибаю. Вот она у меня здесь отражает удары. Просто опущена, вот так голова. И смотрю, смотрю вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, еще важно, что сейчас у меня кулак расслаблен, когда я стою в стойке. Кулак расслаблен, когда я бью, кулак должен быть сжат, чтобы я не получил травму. У некоторых боксеров перчатки такие надутые с голову, у других маленькие, да. В чем отличие? Это отличие. Большие перчатки, тренировочные перчатки, да, то есть они могут быть там 16 унций, 18, 22 унций. Чтобы мягче был удар, да? Да. А почему тогда в бою такой человек использовал? Да, потому что в правилах есть вот эти вот эти перчатки 12 унций. 12 унций – это вес перчатки. Да. Это не размер перчатки, это вес, да? Угу. Ты получаешь дополнительную нагрузку. Вдобавок, большая перчатка, удобнее защищаться. Ты меньше спец, меньше, меньше пропускаешь ударов, правильно? И вдобавок, большая перчатка, ты также меньше травмируешь своего партнера, потому что партнера надо беречь. Логично. Логично, потому что если ты партнер беречь, ты будешь не с кем, что делать? Фоксируем. Да. Есть ритуал. А, через, да, понятно. Через все канаты. Нет, у каждого для себя еще какой-то уголок будет для себя стоять. Ну вот, да, это было красиво. А оператор – так вот. Оператор – на шаги вперед. Наносишь левую прямую, делаешь шаг назад, вернулся в исходное положение. Тебе надо попасть вот в эту ладу. Вперед, молодец. Раз. Второй опушистый. Ага. Раз, два. Да. Раз. И руку-то вперед. А вот здесь цель. Вернулся обратно. Правую ногу. Я сказал, перенеси на правую ногу. Стали. Ага. Начинаешь делать много неправильных движений, ошибок. Да, понятно. Чтобы ты их не запомнил. Главное – вовремя остановиться. Да. Давай снимаем перчатки. Значит, у нас будет заключительное для тебя упражнение на сегодняшней тренировке. Это работа на скакалке. Я думал, сауна. Сауна? Значит, парень, ты не суда пришел. Так, ну, после перчаток ощущения. Я думал, что когда я боксировал в перчатках, что руки устали. Сейчас снял. Стало полегче. Видимо, еще вес непривычки перчаток чувствуется. Плюс двигал руками быстро и так далее. В общем, последнее упражнение, которое дал мне сегодня тренер – это скакалка. Три минуты. Главное – не скакать на двух ногах. Выполнено последнее упражнение. Три минуты на скакалке. Чувствуете отдышку. Игорь Сергеевич, спасибо большое за тренировку. Хочу сказать следующее в конце нашей тренировки. Кто хочет почувствовать, что такое время, как сказал известный писатель Кемингуэй, пускай проведет один раунд на ринге. Всего три минуты. Это чистая правда. Всем до свидания. До свидания. Сегодня в инспекторе ЗОЖ будет самый короткий итог. По всем пунктам 5 баллов. У меня просто не было другого выбора. 25 из 25 занимайтесь боксом, господа.